Сдача выпускных экзаменов – значимый день в жизни каждого ученика. А для шестерых выпускников Славянска-на-Кубани он особо значим. Ведь они сдают главный экзамен страны досрочно. В этот день на пункте проведения экзамена в 18-й школе побывали и наши корреспонденты. Многие ребята волнуются перед экзаменом. Кто-то, наоборот, чувствует себя уверенно. Ростислав Ягущенко, несмотря на то, что сдаёт экзамен раньше своих сверстников, не сомневается, что справится с ним на отлично. Это даже удобнее, потому что меньше людей, меньше волнения, просторнее, удобнее сдавать. Эти выпускники сдают ЕГЭ досрочно, так как на основной период проведения экзамена они уезжают на спортивные соревнования. Также досрочно сдать ЕГЭ имеют право выпускники вечерних общеобразовательных учреждений. Юноши, которые достигли призывного возраста и получили повестку из военкомата. Выпускники, направляемые по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения ЕГЭ. Перед началом экзамена организаторы желают удачи ребятам и напоминают о правилах его сдачи. Желаю всем успехов. Не волнуйтесь. Думаю, что все у вас получится. Правила проведения еще раз коротко оглашу, что вы не должны переговариваться, вставать с места, если вы не дадите какие-то вопросы не по выполнению заданий, а конкретно по каким-то техническим моментам. Вы можете обратиться к своему организатору, аудитории. По окончанию всей работы вы сдаете работу своему организатору и направляетесь к сопровождающему. С собой выбираете паспорт, воду и ручки. Все остальное вы оставляете в аудитории. Досрочный экзамен ничем не отличается от обычного. Процедура проведения не меняется. Также задействованы организаторы. В каждом пункте работают специалисты, обеспечивающие работу системы видеонаблюдения. Все гаджеты и, в первую очередь, мобильные телефоны под запретом. С собой можно брать только паспорт и ручку. С волнением 11-классники отправились в учебную аудиторию. А там уже ровно в 10 часов открыли пакет с экзаменационными заданиями. Но посторонние уже этого не видели. Все строго секретно. В этом году более 470 выпускникам из школ города и района предстоит сдать единые государственные экзамены. Два обязательных предмета – русский язык и математику – и любые из 12 школьных предметов по выбору. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова